Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», том 4, вопрос 1375. Разбор ответов Архимандрита Авросия Юрасова. Вопрос 341. Можно ли покупать духовную литературу в книжных магазинах? Отвечает Архимандрит Авросий Юрасов. Духовные книги лучше покупать в храме. Там книги проверены. В магазинах же чего только не продают. Комментирует Игнатий Тихонович Лапкин. Ответ же нужно было дать согласно Священного Писания. То есть совсем наоборот. Ни в коем случае в храме ничего и никогда не покупать. Так как Христос порол и покупателей, и продавцов подлецов. А истинный ответ дать настоятель женского монастыря не может. Поможем ему с Божьей помощью. И как сказал Патриарх Алексий Второй, каких бандитов принимают в церковь. Настоятель превращается в диктатора. Все чаще поступают жалобы на то, что от священников пахнет водкой и табаком. Нередки случаи, как мне известно, и ссоры между духовенством и приходскими советами из-за дележа собранного. Господь Христос предупреждает. Не можете служить Богу и мамонне. Невозможно соединить благоговейную тишину молитвы и базар торговли. Каноны православной церкви категорически запрещают вести какую-либо торговлю в храме и церковной ограде. Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим, и нашел, что в храме продавали валов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех также и овец и валов, и деньги миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей, возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли. При всем ученики его вспомнили, что написано, ревность по доме твоем снедает меня. И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме. И опрокинул столы миновщиков из камьи, продающих голубей, и говорил им, написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Евангелие от Матфея, 21.12. Цитата. Никто не должен внутри священных оград корчевницу или различные снеди поставлять, или иные купли производить, сохраняя благоговение к церквам. Ибо Спаситель наш и Бог, житием своим воплоти, поучая нас, повелел не творить дому отца своего домом купли. Он и пеняжникам рассыпал деньги, и изгнал творящих святых храм мирским местом. Посему, если кто обличен в реченном преступлении, да будет отлучен. Шестое Вселенское правило. Шестой Вселенский собор. Семьдесят шестое правило. Цитата. Подобавит в церкви стоять со страхом и трепетом, и Бога молите со слезами о своих согрешениях, и шептания бы и роптания, и празнословия, и непотребного рассуждения, и судов, и повестей, и иных неподобных речей и словец во время божественного пения. Никогда же бы и не именовалось, потому что священные апостольские и отеческие о всех о тех неподобных делах заповедуют, и под запрещение полагают, как и Господь наш, войдя в церковь, и найдя в ней продающих и купующих валов и голубей, и сделав бич из веревок, и изгнав всех бесчестных из церкви, и в церкви все опрокинул, уменял столы, и продающим голубей сказал, возьмите это отсюда и не делайте так, и сказал им, храм мой, храм молитвы назовется, а вы сделали его вертепом разбойников. То, насколько более надобно священника о церковном порядке заботиться, и бесчинникам запрещать, и после первого и второго предупреждения повелевать таковых, изгонять вон, и от церкви отлучать, пока не исправятся. Стоглавый собор, 38 правило. Причина, по которой священники запрещают покупать на стороне эти же самые книги, только одна – конкуренция. В Барнауле в храмах так поступают. Закупают в магазинах литературу, приносят к себе в храм и продают намного дороже. Ссор из избы не выносить, пословица велела, а это значит, ссор копить и в ссоре жить, и в горе жить. И друг от друга все таить, мол, людям нету дела. Пословицы наперекор, я ненавижу всякий ссор. Не оставляйте с ним борьбы, ссор выметайте из избы. Откройте дверь пошире, чтоб чистой была изба, и жизнь, и каждая судьба, чтоб стало чище в мире. Елизавета Стюарт Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...